дорогие друзья если бы стас песоцкий сейчас имею счастье стать был бы бабой я бы сказал что он глыба отечественной профессиональной кулинарии просто глыба женского рода поскольку ты не баба глыба эти назвать не могу потому что глыб в мужском роде нет столб это один из столпов отечественной профессиональной кулинарии потому что это настоящий живой шеф-повар мы здесь просто в гражданском всегда потому что чтобы вы нас не боялись мы в общем-то пытаемся исключать кители спасибо что ты пришел у меня большая честь стать этом с тобой на кухне потому что я знаю кто ты и что ты и конечно при тебе стоит забыть что умеешь готовить вообще я сейчас попробую собственно выжить из ума и забыть расскажи расскажи про идею которую сейчас будем реализовывать для наших зрителей идея проста как пять копеек но сложно одновременно потому что простые вещи как показал опыт очень легко испортить потому что все знают какими они должны быть до того что сейчас лето можно сказать да там от сегодня у нас гвоздь программы все будет построено вокруг него более того блюда вот которые мы будем сегодня готовить она как ни странно будет сделано с очень дешевого пластикового я подразумеваю что даже импортного томата который нормальный как бы человек по сути покупать не должен но для определенных целей его очень прикольно использовать и сегодня я вот покажу расскажу почему это блюдо появилось около двух лет назад и когда его приготовил первый раз пиар-агенты вот с которыми мы работали попробовали и сказали блин это же сделано с типа с пластикового помидора все гастрономические журналисты знают типа ну что как бы каким должен быть помидор и и по того никто не канает да не камильфо я говорю окей взял дорогой помидор например вот этот и приготовил то же самое и это были абсолютно как бы два разных уровня потому что вот этот помидор как бы над ним издеваться вообще не стоит ты его просто разрезал посыпал солью съел готова да он он как бы вкусный а вот чтобы этого малыша превратить что-то съедобное до следует постараться как следует и это прям вот ну интересно ну просто что пластиковые когда выращен в теплицу в теплице скорее всего он увеличен до неестественным образом с каким-то неестественным цветом и и и светом и вообще всеми делами и поэтому он такой дешевый прошлом нем в нем практически нет вкуса до вполне возможно не исключаю но как бы опять же пластиковый вот импортный он 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 совсем чаще всего деревянным то есть это просто биомасса как бы форме форме помидора да а если мы говорим против личные вот наши как бы местные они чуть чуть лучше но как бы ненамного ключевой фокус заключается в сах в сахарах если вот здесь вот он сладкий очень сильно да и поэтому томат это ценится особенно этот он вообще как бы никакой по большому счету у него баланс вот этот кисло-сладкого ну прям сведен как бы к минимуму соответственно мы его будем сегодня жарить этот помидор и при нагреве сахара имеют свойство карамелизоваться да и вылазить наружу именно поэтому если мы поджарим вот этот помидор он во-первых расплывется как медуза потому что у него нет такой крепкой текстуры да и он станет сладким как варенье то есть это не будет иметь никакого смысла вот в данном случае именно этот помидор подходит для наших целей потому как он будет держать форму он будет кисло-сладким потому что баланс выровняется после нагрева то прям то что нам нужно и с точки зрения ценообразования пошли это дешево и с точки зрения сезона мы как бы это блюдо можем готовить вообще зимой и летом когда есть да вот этот помидор в продаже тогда как бы и готовим что ребята просыпайтесь сейчас вы увидите такие вещи вот которые вы наверное не увидите нигде никогда пишите на манжетах пишите сейчас на своих ночных рубашках если ты если мужчины сейчас из ночных рубашках смотрит наш канал пишите на всем том что я сирен с вами макайте слюнявки свои химические карандаши или макайте их в открытое море в общем записывайте а я уже замолкаю я доска я уже затыкаюсь просто погнали в общем что может быть вкуснее жареного помидора на мой взгляд только два жареных помидора ну потому что они как бы крутые сами по себе в общем наша задача сейчас сделать вот такие проколы произвольно до самого центра этого псевдо овощи это он стащил сегодня кровь сдавал из пальца он стащил этот вот как называется прокалыватель прокалыватель для вот только им можно прокалывать помидоры другой вообще инструмент это зубочистка зубочистка с этого ракурса не видел зубочистка на самом деле самый недооцененный элемент на кухне если повар там знаешь немножко булочки подрасслабил ты такой клац в нужное место и оп и сразу приободрился как бы в общем для чего мы это делаем потому что при нагреве как бы томат имеет свойство любая вообще структура как бы он расширяется при нагреве молекулы как бы начинают активнее взаимодействовать друг с другом атомы точнее на атомном уровне и как бы кожа лопается превращается в не очень эстетический вид для этого вот мы прокалываем чтобы была возможность выйти лишним соком и так далее делаем аккуратненький надрез плоти но таким образом чтобы у нас сок да и вот мякоть она как бы ну осталось внутри при этом то есть мы делаем только для того чтобы он просто ровно стоял на устойчивость просто обеспечивая на нашей тарелке совершенно верно то есть мы плодоножкой вверх значит плодоножкой врача но если она есть если я нету просто тем местом где была плодоножка да но на самом деле я за то чтобы чтобы было понимающим дело как бы продукт он сам по себе гениален природа на мой взгляд сделала уже все за нас наша как бы история только это все не запороть поэтому вот вот эти вещи естественные там плодоножка кожа лука например да вот шелуха я готовлю блюдо прям вот целиковый лук и кладу вот эту кожу в тарелку чтобы человек приобщался и не забывал насколько эти продукты прекрасны в общем у нас все практически готово ключевому действию мы не забываем очень важный момент когда мы кормим человеческих человеческих существ нужно использовать соль и перец мы берем обычное растительное масло вот чуть-чуть чуть-чуть добавляем соль в данном случае это обычная каменная соль вот крупного помола да потому что морская в данном случае она не очень будет она слишком элегантная для такого блюда любая другая как бы ну также не очень подходит поэтому каменная соль самое то значит посолили поперчили сделали нежный массаж зарядили своей любовью масло должно быть немного чтобы как бы соль вся да она не стекла под действиями физических законов она наоборот абсорбировалась и было как бы верху на помидоре максимально мы практически сделали все самое необходимое сейчас вот этот поднос отправляется в печь это может быть хоспер это может быть конвекционная печь вообще как угодно можно домашняя духовка 100 процентов до обычная как бы даже без конвекции подойдет и ключевая задача поймать вот тот самый момент когда снаружи он практически готов но внутри он еле теплый имеет такую плотную текстуру да потому что если он приготовится совсем это будет просто жижа текстурное восприятие как бы еды будет совсем нарушена поэтому там помидор такого размера мы поставим на 10 минут для начала потом посмотрим путем прокалывания да прочувствуем вот текстуру внутри и поймем нужно ли добавлять или нет учитывая то что он находится при комнатной температуре вот собственно главный ингредиент отправляется в путь какая температура там должна быть у нас 180 весе рабочая среди на этим да 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 самая обычная рабочая температура на этом самом так с этим мы закончили сейчас это уходит до второй ингредиент этого блюда это очень простая такая позиция называется домашний сыр готовится просто быстро и резко и безумно вкусно и очень многофункциональная вещь которую можно использовать на самом деле под разные цели ну ты имеешь ввиду что типа творога только такого чуть посуше наверно нет нет мы сейчас смешаем творог сметану чеснок зелень а приправим это все да и получится вот трогать оба за творог да да к живу это не важно как же не все не принципиально ориентируйтесь на свой вкус как бы я сейчас объясню базовый принцип чтобы было понимание нужно ориентироваться прежде всего на себя на свои предпочтения здесь вот 20 процентный творог как бы не очень жирный вот в меру жирный 9 процентный какой 20 процентов у нас у нас сметана 20 процентов 20 года вот девятка это уже сравнительно жирный правиль да 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 творог и добавляется вот сметана здесь важный момент поймать вот эту вот правильную консистенцию когда он не течет и не расслаивается но при этом эластичный и правильный и не очень рыхлый для того чтобы удобно его было намазывать куда-нибудь использовать нам для своих целей не знаю как угодно творожный спред типа того да причем это может быть вот как база для бутербродов каких-нибудь да взяли хлебушек черный я и говорю спреда поджарили и все огонь вот чуть-чуть еще добавить я тут делал блюдо мозги ткача только без сметаны леонское блюдо классическое мозги ткача тоже творог смешанный кислинка зелень там за много без сметаны разве что-то далее у нас чесночок с чесноком я вот обычно сюда добавляю чесночное масло потому что чеснок имеет такое свойство он проявляется как бы ну не сразу да а вот его добавил размешал вроде бы не хватает да а потом как бы он как добирает у тебя выхлоп как у дракона да 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 с чеснока поэтому очень очень важная как бы вещь да и расскажи как ты делаешь чесночное масло нашим зрителям туда не не чеснок добавлять то чесночное масло как его надо сделать все максимально просто мы берем рафинированное растительное масло любое какое вам нравится вот обычная подсолнечная там самое дешевое подойдет берем чесночок и в зависимости от необходимой концентрации пробиваем это в блендере но не в паштет прям не в кашу да а чтобы текстура чеснока сохранилась при этом не вот вместе с маслом даже да все вместе добьем бьем это все должно быть холодным вот то есть не давать ему нагреться и дать настояться там хотя бы хотя бы ночь и все эфирные вообще вещи которые там экстракция пойдет да 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 растительное масло тоже органический расправитель все правильно почему как бы чесночное масло потому что там уже чеснок он полностью разошелся и ты вот сколько масла добавил такой у тебя вкус и остается в этом да а здесь очень сложно поймать правильную грань поэтому я сейчас делаю видите перебиваю все в паштет да чтобы чеснок максимально хорошенько разошелся вот вы сейчас ребята срисовываете движение мастера потому что это вот способ растирать да правда паштет я говорю в говно измельчать текстура одинаковая текстура одинаковая вот мы немножечко добавили размешали это все тщательно и я здесь оставил небольшую часть потому что нужно будет попробовать спустя время какой вкус будет при необходимости ты добавишь совершенно а если надо таки не надо просто фокус такой что как бы добавить это несложно да но убрать по курать по вообще без вариантов да поэтому мы должны думать как бы всегда на шаг впереди себя самих есть такая шутка по поводу шаг впереди вы еще не воспользовались нашей услугой а мы уже сняли за нее деньги на шаг впереди не подсказываем рекламные слоганы потому что начнется вот в эту историю друзья мои мы кладем вообще любую зелень вот у меня обычно как нордик без отход без отходность все дела я стараюсь использовать вообще все ну то есть вот стебли вот эти кстати чтобы вы знали в стеблях петрушки намного больше витаминов и полезных веществ нежели в ее листве и соответственно их можно ферментировать я не знаю там мариновать можно в пюре в какие-то добавлять куда угодно и обычно вот в эту историю я добавляю не листья петрушки которые вот можно там либо декорировать что-нибудь да либо для каких-то других целей использовать а беру вот прям палки любой зелени которая есть это там и кинза и укроп и вообще вот все что вы используете заряжайте туда и будет вам счастье петрушечка пока достаточно и укроп укропа должно быть примерно в полтора раза больше чем петрушки потому что с томатом укроп работает лучше чем петрушка и аналогичная процедура измельчения настолько насколько возможно вообще чтобы вкус разошелся в паштет почти до максимально вот насколько возможно вообще паштет мелко в риет крупно да ну да типа того так значит зелени достаточно вот потому что у нас она не должна выпирать она должна как бы идти вторым номером в этой истории и не забываем про соль и перец вот этот вот эта позиция она должна быть слегка недосолена почему потому что при сборке блюда мы будем добавлять четверговую соль вот именно для этого она нам нужно четверговая соль да это серьезный продукт очень серьезно мне он очень лично нравится я как раз люблю с ним есть помидоры с этой солью вот я посыпаю срез помидоры просто ем видишь когда я скажу ребята вам что четверговая соль это такой исторический русский продукт его бы мог было принято делать в чистый четверг как раз на брать или перед конечкой да да это полу ритуале есть там ребята которые в костромской области есть выпускают эту соль причем что такое черная соль это черная соль это когда в печи в русской сжигали черный ржаной хлеб и соль вместе а потом это перемалывали получается черная соль нас сейчас немножко там рецептов рецепта вот но несколько их множество да там и квасной и сусло вот может эти ржаной и капуста и там хлебная закваска и одно и другое поэтому вариантов масса принцип такой что вот ферментированный продукт до ржаной хлеб как бы да в данном случае он при сжигании дает специфический такой не с чем мне сложно вообще с чем-то отодействовать мне было это пахнет знать чем четверговая соль немножко серой серой как яйцо яйцо 100 процентов уже да да может потому что яйцо тоже может чуть-чуть но это приятный запах это неплохой знаете да действительно считается что когда соль сделана вот с черным хлебом это благородно кто-то мне говорят химичат просто ржаную муку да даже сжигают соль что это не совсем надо сказать правильно и честно так работать поэтому у меня вот есть парни которые в кастомской области в настоящей русской печи делают это по-настоящему краза ржаного хлеба и соли да еще красиво смотрится когда ты черной солью посыпал красное конечно красный помидор мы будем сыпать на самом деле белая они там что я не помидор чего это 10 минут так ну собственно наша история вот готова вот эта вот позиция так что пожалуйста пробуй она слегка пресновато но это со скидкой на наличие четверговой соли и главный фокус том что чем дольше она будет стоять но в пределах разумного конечно тем больше вкуса там появится когда зелень разойдется когда чеснок разойдется до конца там же там же есть жир же тоже проводник провода лишь коферных масла в чесноке там например зелень тарелочку я принес свою обожаю очень такую знаешь нейтральную посуду чтобы сама тарелка не перекрикивала продукт который ты подаешь на ней это очень важно это про натуральность про фокус на главном и так далее и пока я вот шел сюда да я смог захватить несколько ингредиентов очень важных которые я регулярно использую блюдо будет декорироваться вот лепестками я бы сюда это яблони до сладко-горький вкус который вот очень элегантно впишется вообще во всю эту вот историю так что такие дела идем прямо жестко угадал с первого раза мы вернем вам хорошо красавцы супер даже невооруженным глазом видно насколько вот он он красивый да но мы не закончили там еще пятый элемент это вот открытый огонь решит все в данной ситуации стоял вот 10 минут и на самом деле пока мы будем собирать блюдо еще парочку и он будет в очень очень правильной кондиции да где снаружи он мягкий а внутри вот имеет твердую текстуру и чтобы игра текстур игра вкусов как бы сделала свое дело так ну что мы сервируем гарнируем отдаем да как говорил classic конечно все очень просто мы берем обратную сторону ложь обратную сторону ложки до для того чтобы комфортно было делать некий мазок сбоку соответственно делаем вот такую вот историю создаем некую композицию скажем так борта при этом должны оставаться чистыми и невредимыми поэтому мы аккуратненько вот это все снимаем чтобы когда ты транспортируешь тарелку до до гостя у тебя был полный порядок далее здесь вступает в действие четверговая соль которая выровняет наш баланс вкуса внесет вот свою пикантную ноту всю эту историю вот яблони очень аккуратно это нужно делать потому что он нежный просто до безобразия минус 4 яблока урожая страны и декорируем произвольно я очень люблю вот монохромную историю когда ты берешь один и тот же цвет и с разными оттенками с разными оттенками его подаешь это такая очень тонкая работа но когда вот человек это видит у него прям глаз радуется потому что в природе же все естественно несмотря на то что вот разные цвета есть да ты вот идешь по лесу например у тебя плюс минус один и тот же оттенок с какими-то вариациями да или например сидишь на берегу моря и у тебя небо сливается с морем это все-таки голубые тона полутона и так далее то есть абсолютно естественная история так и секретный наш ингредиент это открытый огонь почему вся еда которая готовится вот на углях на костре она становится вот такой вкусный потому что предки они как бы с этого и начинали наши да это ты просто там зарубил какой-нибудь косулю кинул их кинул в костер и гори в аду да и после этого получается вкусная такая история и нам вот с генами это все передавалась да из поколения в поколение поэтому у нас вот это вот ощущение костра и ощущение открытого огня во рту она делает свое дело суровая горелка шеф давай сделаем это красиво и вот наша задача придать нашему замечательному томату некий апгрейд и с эстетической точки зрения но речь в первую очередь идет о вкусе да можно попробовать вот тот помидоры этот и это будут абсолютно две разных истории и плюс жженая томатная кожа она ну сама по себе вкусная достаточно все мы просто берем и ставим центр нашей тарелки готова отлично а давай этот час запалим заточим его сейчас сожжем да а отличненько мои гены уже просто в штанах зашевелились от желания попробовать такой обожженный помидор я наверное прям сюда наш гарнир да что у нас сурово там все было вот это лютый нордик даже выглядит вот это нормальная подача да не а тут лепестки какие-то дадим гей подачи какая-то гей подачи на четверговой соли вот чтобы выровнять все и если понадобится еще возьмем еще вот этот запил хорош кстати черная обожженная фольга вот тут хорошо смотрится да конечно конечно не халам балам мы сейчас изобрели новую подачу прямо на куске фольги вот так вот правильно в консервной банке же подают от икры красный подают тирамису уже там какие-то панакоты да почему нет консервная банка но скорее нет потому что нордик это же про про естественную историю да про природные вещи консервная банка это как бы так себе вот ну я это человеческое скажем так ну генной держитесь держитесь кожа кожа здесь важно зашло собака хорошо уже но рот сразу слюной до нагребает прям жестко ну да берет но вот идет потому что это показать того что тебе вкусно когда слюна сто процент выделяется я бы чуть-чуть еще соли добавил потому что она ведь не такая соленая поскольку даже соль вместе с выжженным хлебом поэтому степень солености и и ниже все правильно я признаться знаешь я когда-то пришел очень похожие идеи красный с помидором я даже это показывал как-то вот на видео тоже чтобы помидору вот такой тепличный обезличный сделать вкуснее я просто его обдувать кипятком кипятком не ради того чтобы с него снять даже просто чуть его прогреть на какой-то слой кипятком и потом нарезать кружками вот и подавай принцип они могут понять что они открываем его вкус сахар открываем конечно ну плюс теплота как бы а с другой стороны я тоже пришел к выводу что ты ведь говорил то что я вот . допер что сахар кислота да вот я усиливаю помидор такой зимних нивелированный я могу его нарезать посыпать его с сахаром они солью и сбрызнуть кислотой это все должно усиливать его вкус ты назвал основные усилители вкуса которые нуждаются в каждом доме каждой аптечке это очень крутой способ с подпеканием да если вот действительно работает и здесь уже даже не видно по цвету допустим эти два помидоры понятно кто из них вкуснее правда да конечно а тут когда мы обожгли непонятно кого мы обжигали вот заметь и текстура мягкая то есть вот снаружи мягкая она сохраняется а вот это вот этот помидор он он саль по леди я уже лет то есть ты его прогреешь на пять минут он расплывется как желе как бы поэтому он технически не подходит и если его запечь он превращается в десерт и здесь ощущение такой варености помидора нету да да тоже не верну что я знаю что многие люди не любят яичницу с помидорами потому что они не любят вот такие вареные прогретые томленые помидоры здесь этого нет более того чем глубже мы будем уходить в помидор тем более сырее он будет все равно да мы так раз ведь это же является философии современной кулинарии что дать человеку возможности чуть разные текстуры ядрёна мать одного и того же продукта сто процента поэтому это но и текстура вот почему она важна сама по себе то есть если например взять брокколи до одну и ту же брокколи вот хорошего качества одна будет переварена там на две минуты а вторая будет в точку вообще в яблочко аль денте восприятие вкуса даже у человека будет другое потому что переваренная у тебя да как бы непонятно что и человек не хочет это то есть меняется вкус принципиально поэтому важно вот эту внимательность к деталям тому чтобы вот каждый продукт был вот в яблочко да не туда не сюда иначе это просто не будет работать то есть передержи его да это превратится в какую-то лужу не будет иметь никакого смысла не додержи он не раскроется нужным образом поэтому вот самое то как бы прибы сюда еще значит чудо но если понтануться да тонуться можно было сделать такой на жидком азоте сорбет из желтого помидора и сюда чем да да вот так желтого помидора сорбет за и рача как бы история вот мои любимые любимые цвета на самом деле красный белый черный и вот нейтральная тарелка которая позволяет каждому из этих цветов себя проявить на мой взгляд смотришь вот все как бы цельно много воздуха на тарелке потому что опять же это позволяет сфокусировать внимание на продукте потому что иногда тарелки знаешь типа такие вырви глаз и ты как бы что туда не клади сама тарелка настолько агрессивно она как бы съедает все ну да и это не работает с точки зрения но ты все-таки дал такую ресторанную подачу с понтами видимо от наверно если дома то ведь тоже но вряд ли уместно давать вот такую тарелку надо дать поле чтобы человек мог его разрезать конечно чтобы она была плоская тарелка же дома совершенно не обязательно будет так тем более у домашних тарелок нет такого вертикального бортика под 90 градусов это просто можно выложить в конце концов двумя ложками там или просто выложить горкой творожную массу совершенно верно действительно вот простота она таскать залог видно очень вкусной еды выпендриваться там а здесь здесь момент еще технический чем меньше у тебя вкусов ключевых в блюде тем ты лучше их понимать совершенно верно каждый следующий вкус он у тебя понимание размывает размывает размывая просто запутываем рецепторы если когда их много да не что надо чтобы они какие-то были прозрачными эти вкусы чтобы их не было много конечно я тоже сторонник этого то что когда много вкусов много компонентов какие-то и чипсы тебе и какие-то гелии и потом и сеточка какая-то все это уже мы просим приносим вкус да мы внешний вид внешним видом это делаем блюдо ущербным потому сто процентов человек запутается еще если он алкоголь при этом какой-то пьет не надо равильный это вообще будет беда но вот и все и восприятие она не такое чистое не такое четко своего рода ты лучше дай человек побольше всем курсов ему дай конечно чтобы он после каждого курса немножко почистил рецептор печенюшку съел даже какого-то легкого вина выпил там или даже воды и пошел дальше работать плюс меня честно говоря вот оскорбляет на самом деле от неуважение в продукту ты понимаешь да вселенная она создавалась миллионами лет и как бы продукт он он просто произрос но это это просто чудо то что у нас есть вот этот помидор мы как бы привыкли его видит каждый день мы забываем об этом о том что заплатил деньги получил помидор но это очень длительный процесс он произрос из земли это как бы над ним трудились люди это ну как бы это очень-очень большой процесс вот с точки зрения где не знаю всего в принципе и когда ты не знаю берешь и насилуешь этот продукт понимаешь то есть не даешь ему проявить себя вот в той первозданной форме каковым создавая его природа это на мой взгляд вообще не имеет никакого смысла но мы немножко его насиловали горелкой скажите мне что горелкой обжигать человека это не носили мы его немножко изнасиловали но в хорошем смысле моего апгрейдили чё орешь чё орешь изнасиловали когда в пятидесятом так чё орешь приятно вспомнить в общем такая история друзья так я с вашего позволения еще потому что вот остыл уже другой вкус за твоя концепция в том что подать его прямо теплым не а мы его достали он снаружи теплый а внутри вот практически подавать сразу сразу к не достали обожгли и все официантов поджопу на дуэнни совершенно верно да точно наверно друзья сегодня ставь песоцкий ты несомненно философ отчасти философ кухни я имею ввиду это в хорошем смысле надо ведь еще уметь человеку объяснить мы же все жрем же не меньше двух раз в день ну да это для нас становится обыденностью каждый день конечно мы уже плохо задумываясь на тему как все-таки получить этого удовольствия здесь есть определенная философия хорошо что ты несомненный философ с таким серьезным но вместе с тем простым и понятным прозрачным подходом к тому какой должна быть еда и в частности те продукты которые даны нам природы да поэтому ребята если вы хоть немножко проникнись этим то ваша жизнь будет вкуснее вот честное слово скажите спасибо стасу прежде всего а потом уже каналу спасибо шеф и в этом смысле вы можете лайкнуть вы можете поделиться ссылкой вы можете подписываться если еще нет но мы будем продолжать не только моими силами готовить еду а и звать достойных и очень серьезных парней которые могут с вами поделиться тем вы никогда ни от кого больше не узнать да всем об душе броня увидимся спасибо шеф и мячик потом просто на угли бросить потом фольгу и томится это будет томится прямо неотечко очищенным есть сейчас его помоем 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 тут вообще вчера было просто я не имею ввиду что у меня люди просто ели они смотрели или не смотрели и обсуждали есть какая коробчонка посмотри смотри и спорт и гастрономия и подарок и вообще и все прямо спасибо большое а и а и 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